Осенью прошлого года на вручении самой престижной премии ТЭФИ на сцену вышли взглядовцы, уже не такие молодые, какими мы их помним. Вас среди них не было. Без всякого пафоса и без лести могу сказать, что действительно на взгляде сформировалось, ну, если не целое поколение, то, во всяком случае, люди, которые в значительной мере определяют судьбу нашей страны. Итак, вопрос первый. Почему вас не было на ТЭФИ? Ну, ответ мог быть простым, потому что не пригласили, но думаю, что ответ здесь должен быть немножко более, что ли, таким длинным. И начну я с воспоминаний. Воспоминания такие. Я помню фильм, который назывался, по-моему, «История одной фотографии». Героем, героиней этого фильма, документального фильма, была фотография Иосифа Иосифа Сталина. Значит, 25-26 года фотография, где он в окружении своих соратников. И вот там, значит, человек 20 вокруг, а следующая такая... В Курханском крае, что ли? Не помню, где сделанная фотография. Но через 20 лет эта же фотография была опубликована в газете «Правда», где уже было 5 человек, а вместо людей были фикусы, портреты, тени каких-то непонятных. То есть вас вырезали из фотографии? И так далее, и так далее. Это не из фотографии меня вырезали. Меня вырезали из... попытались вырезать из памяти, в том числе и вот вас, например, если вы говорите о «Взгляде», и сегодня даже, спустя 20 с лишним лет после того, как мы начали эту передачу. И из памяти людей. Может быть, это пафосно звучит, но вот этого-то у них как раз и не получилось. Ну, давайте восполним этот пробел хотя бы нашей передачи. Спасибо. И просто это будет еще один голос, который не звучит в телефонной трубке, а их было больше ста после этой странной истории с Тэфи. Когда мне звонили и знакомые мне люди, но и незнакомые, найдя мой телефон, они говорили одно слово «Извините их, Володя». Уже говорю здесь, как не у журналистов, там с увеземным... Вы, ради бога, простите, Володя, что я задела эту, он действительно может быть болезненную для вас тему, но это действительно то, что произвело, не побоюсь этого слова, шокирующее впечатление на всех, кто эту церемонию смотрел, и мы понимаем, что речь не в церемонии. И не вот в этом разовом мероприятии, а причины-то в этом гораздо более глубокие. Конечно, более глубокие. И я думаю, здесь нужно просто вспомнить, а что же такое был взгляд, очень кратко. Я понимаю, что я... Информационно-публицистическая, музыкальная, молодежная программа. Так она официально называлась. Но при всем при том, да, в течение 20 лет последних, каждый раз, когда кто-то пытался вспомнить эту передачу, если это были телевизионные журналисты, наши с вами коллеги, то они на картинке, как мы говорили, показывали неких четверых людей, которые что-то такое не очень внятно, плохо по-русски говорили, а потом на этой картинке говорили, что вот была передача, и она такая секает. Лоток свободы. Я каждый раз хотел спросить у этих создателей этих сюжетов о взгляде. Ребята, взгляд выходил сначала два раза в неделю, а потом раз в неделю в течение четырех лет. По пятницам. По пятницам иногда по три-четыре часа хронометраж был этой передачи. То есть это вот такой огромный, прежде всего, хронометраж. Если бы он состоял только из этих людей, которые были на экране и что-то такое читали, так сказать, чужое, написанное другими людьми, то не была бы эта передача такой, о которой вспоминалось бы через 20 лет с преддыханием, людьми, которым сегодня не за 80-е, которые помнят, может быть... Которые просто не родились еще тогда. И которые не родились, но которые родились и стали гражданами в этот момент, когда взгляд. Не взгляд делал их гражданами. А вот та ситуация перестроечных процессов, по большому счету, когда люди вдруг поняли, что они могут и должны вмешаться в то, что называется управление государством. Взгляд состоялся и состоял не из ведущих. Мы были где-то там на 38-м месте в рейтинге, как бы все ни сказали, того, что такое был взгляд. Это прежде был все прямой эфир людей, которые объясняли митинговое «так жить нельзя». «Так жить нельзя» понимали все, а как можно и как нужно, знали очень немногие. Так вот, эти люди и были взглядом. Взглядом были и те сюжеты, которые мы в течение года до «Взгляда» снимали на темы, которые до этого момента были просто запрещены. И это не только Сталинщина, ГУЛАГ и так далее. Это еще и история КГБ, это еще и история КПСС, это еще и просто беспросветное хамство, которое существовало тогда в масштабах маленьких республик, например, Тувы и так далее, и так далее. Вот что такое взгляд. Это сюжеты, это гости в прямом эфире, это музыка. А ведь у нас появился впервые рок, настоящий рок, русский рок, которого тогда не было. Он был в андеграуде в прямом смысле слова, это были квартирники и очень мелкие какие-то дворцы культуры на окраинах. А он у нас появился, и кто такой Шевчук, кто такой Кинчев, и кто такой, я не знаю, там, Гребенчуков. Люди узнали из взгляда. Они же у нас не только пели, они же у нас разговаривали. И стало понятно, почему они собирают такое количество людей. И так далее, а после этого уже ведущие, там, и все те люди, которые были на... Все понятно, но с одной стороны, вы, так сказать, по скромности говорите о том, что вы были вторичны, а первично была все-таки острота публицистического материала, который вы давали, и прямые эфиры. Но с другой стороны, именно благодаря взгляду, вы стали не только известны на всю страну, вы стали депутатами Верховного Совета. Трое из нас, да. Да. Вы... Политковский и Любимов. Политковский и Любимов. Вы стали... Люди вас выбрали, и тогда это были прямые выборы, и вас выбрали, потому что люди вам доверяли. Это степень доверия к журналисту, которая сейчас... И этот вопрос я адресую уже к вам, как к теперь преподавателю факультета журналистики Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. А нужна ли современной журналистике та самая свобода, о которой они так ратуют? Необходимо. И не самой этой журналистики нужно, иначе мы действительно начнем задирать нос и говорить о себе, как о некой четвертой власти. Какая четвертая власть? Журналистика нужна прежде всего власти первой, второй и, может быть, третьей. Как некая стена, на которую можно опереться, иначе рука без этой самой стены она так и будет валиться и провалиться. Ну, не комфортно, когда кто-то начинает с какого-то боку. Вы власть, Людмила Борисовна, секундочку. Вот вы сегодня первый... В данном случае, как журналист. Вы сегодня, условно, вы сегодня первый человек в стране. Вот немедленно наберите на мобильнике фамилию Мукусев, если она у вас там есть, и скажите, Володя, вот у меня есть некий план. У нас есть некий план. Некий стратегический план. И вот путь к нему. Вот пункт, вот пункт. Он, условно, разделен на некие годы или там, не знаю, еще чего-то. Мы считаем, что мы должны быть вместе. И я скажу, да, мы вместе, потому что меня полностью устраивает этот план в силу того, что я хочу, чтобы Россия была богатой, сильной, процветающей и так далее. Все там, все правильно. Но только давайте договоримся там. Мы договорились на берегу, что мы идем к одному пути. Мы договорились, что у нас будут промежуточные финиши. А теперь мы расходимся по нашим. Вы в Кремль, а я к себе в Останкино. И мы делаем это одно дело, но делаем теми способами, которые есть у вас. У вас властные всякие дела и чиновничий аппарат, а у меня камера телевизионная, микрофон и граждане, и еще совесть. Но сами-то журналисты, как вы считаете, сегодня готовы быть, вот знаете, есть такая русская пословица, на то и щука в озере, чтобы карась не дремал. Так вот, они щуками, на мой взгляд, не вполне готовы быть. Мне кажется, что состояние нашей современной журналистики сегодня таково, что они уже не могут быть вот той самой щукой, которая не дает карасю спокойно дремать. А вот здесь мне просто ответить. Знаете почему, Люда? Потому что я все-таки с детьми работаю. С теми самыми... Со студентами? Со студентами, которые хотят быть журналистами. Причем хотят быть не они, а хотят, чтобы ими стали их мама и папа. И вот для меня вот это в свое время было достаточно серьезным, ну, что ли, непониманием того. Я объяснял мамам, которые везли ко мне со всей страны этих детей, зачем? Вы понимаете ведь, что я, конечно, научу их телевизионной технологии. Сегодня, ей-богу, там нет особенных хитростей. Но ведь я их на примере своем, своих передач, передач своих коллег буду учить еще и отношению к жизни. Оно не может не быть отношением гражданина к этой жизни. Как бы это громко ни звучало, но это так. Я смотрю, как слезка закипает у мамы. А мамой-то ведь столько лет, сколько мне или чуть меньше она на взгляде выросла. Она по интернету нашла Мукусева, и она везет ко мне. И она говорит, вы знаете, я хочу, чтобы он вырос гражданином. А журналистом он станет потом. И вот мы, значит, чуть ли не в объятиях друг друга. Я говорю, хорошо, и так далее, пусть идет. То есть, как ни странно, вот ситуация с тем, что журналистика плохая, неправильная, продажная и так далее, она не навсегда такая с точки зрения тех людей, которые сегодня сидят у телевизоров. Опять же, мы начали со взглядом, давайте мы закончим. Взгляд существовал. В настолько жесткой и мощной идеологической системе существования идеологического отдела ЦК КПСС. И вам разрешали. Когда была советская власть, КГБ, МВД, АБВГД и все остальное. Мало того, внутри этого самого гнезда под названием «Останки» на Центральной телевидении вдруг возникла эта самая передачка. Почему? Почему Горбачев, как мне рассказала Раиса Максимовна, ненавидя меня всей душой, так сказать, покрываясь пятнами, не убирал меня звонком с экрана? Хотя мог это сделать. А злился и четыре года терпел. Да потому что это была сильная власть. Горбачев и его команда, очень слабая, может быть, команда, но прекрасно понимали, что я делаю то, что они предложить мне, сделать не могут. Почему? Они предложили вам гласность, вернее, нам всем. А почему тогда это был один взгляд, а все остальное телевидение продолжало прославлять, значит, делегатов, депутатов, там, и все остальное. Ну и мы знаем, чем это закончилось. Прославляя, не прославляя, все равно это рухнуло. Людмила, тут вот что важно понять. Это вот то, о чем я говорил. Мы не договаривались ни о чем с Горбачевым. Кто-то даже говорил, что нас использовали все умную. Может быть и так. Но важно-то другое. Важно то, что цель у нас была одна. Мы понимали, что так жить нельзя, как мы жили. И мы искали для людей объяснение, к чему мы идем, в силу того, что и Горбачев не знал, куда мы идем. И где остановиться в этой истории. Искали, ступая на грабли, ошибаясь, заблуждаясь. И такое телевидение, сильное телевидение могло быть только при сильной власти. Сегодня такого телевидения нет. Почему же эта сильная власть рухнула? Я не буду рассказывать по поводу Саудовской Аравии и США, по поводу барреля и всего остального. Это очевидно. Экономика задохнулась от всего того, что называлось абсолютным дефицитом. Именно потому, что она была сильной и командной. Экономика? Конечно. Экономика была не сильной и не командной. Она из плана ее превращалась в рыночную. Сильная, я имею в виду по административному диктату. Да. И поэтому она и рухнула. Сегодня такая же есть опасность. Потому что слабый доллар, извините, что я говорю об экономике в культурной передаче, но сильный доллар... Да, служение МУС не терпит суеты. Точно так же опасно. Точно так же может надорвать нашу экономику, как и слабый. Вот что плохо. И в этот самый момент плечо власти никто, кроме СМИ, подставить не сможет. А вот такие СМИ, как сегодня, вряд ли способны это сделать. Грамотные, четкие, в том числе и с точки зрения экономической, элементарной экономической науки. Люди должны понимать, что происходит в мире. А не просто говорить о непонятном барреле. Я думаю, что большинство из зрителей даже не знает, сколько это и что. Я, кстати, вспоминаю одну из ваших передач, которая тоже канула в лету. Называлась она «Объясните простому человеку». Когда вот не эти макроэкономические или там еще какие-то категории, которые понятны Овскому кругу специалистов, а вот просто доступно на примере самых простых вещей человеку, простому человеку, объяснялись многие, в том числе и экономические категории. Совершенно верно. И я думаю, что власти было бы очень важно, чтобы простому человеку объясняли, чего они хотят. Но мне-то кажется, что иногда власти сами не знают, чего они хотят, и поэтому, может быть, и передача тоже такая не нужна. Скажите, пожалуйста, Владимир, вот заключение, к сожалению, вы подтвердили нашей передачей ту репутацию, которая вот есть у вас, такого неудобного, неудобоваримого журналиста, который вот говорит то, что думает, и совсем не укладывается в русле, и в духе, и прочее, прочее. И спасибо вам за это. В заключение я хотела бы спросить у вас, как у определенного, ну, гуру, наверное, той самой журналистики, по которой мы скучаем, который очень недостает, которая не востребована, к сожалению, сейчас. Вот что бы вы пожелали вот тем людям, которые хотят называть себя журналистами? Может, для моих коллег-демократов, а, наверное, журналист по определению не может быть никем другим, это покажется странным, но я бы пожелал, все-таки, как ни странно, обратить внимание на то, чем жила журналистика в последние десятилетия советской власти. Как ощупью, но как, очевидно, без фиги в кармане, с одной стороны, без камня за пазухой, там, с другой стороны, а главное, без пакета с долларами в кармане, как мы, используя тот колоссальный потенциал, который был заложен, и на котором воспитывались целыми поколениями журналистов, в том числе и советских, ведь уберите первый сюжет из программы «Время», бывших программ «Время», а дальше блестящие материалы, там, Саша Тихомерова о космосе, прекрасные материалы, там, о сельском хозяйстве, о чем угодно, я говорю, потому что в основе всего этого всегда лежал и стоял человек. И созидание всего. Конечно. Так вот, как ни странно, повернитесь немножко, прежде чем бежать на очередную фабрику, или там, в очередные времена, посмотрите, как это было любопытно и интересно, как множество было подходов к раскрытию этого самого человека, как множество было интереснейших тем, а не убогость, так сказать, вот, все, что, так сказать, находится там ниже пояса, как это все почему-то сегодня забыто. В этом нет никакой совковости, в этом нет никакой древности, нафталина, в этом есть неумение разговаривать с людьми, пытаться не доказать им что-то, а предложить свою точку зрения. Вот предложить свою точку зрения не журналиста, а с помощью этих людей предложить свою точку зрения для обсуждения, для раздумий, вот, чего бы я хотел пожелать журналистам. Эка вы? Да, не журналист главный на экране, не журналист. Нам должно... А тема? Тема? Тема и носитель, и профессионал носитель этой темы. Вот что важно-то. А сегодня, к сожалению, так сказать, вот, появление журналиста в кадре, это практически некий указующий перст. Думайте так, а не иначе. Вернее, не думайте, а принимайте меня такого. Вот, раздевайтесь так, как я танцую, как я так делаю. Но, извините, по вашей версии, получается, что функция журналиста – это ретранслятор. Вот я получила информацию, вот я ее транслирую, а свое личное отношение к этой информации я могу высказать? Безусловно. Даже если работаете в новостейных сюжетах. Ну как в новостейных? Да. Вот новость и новость. На полях страны в волки уложено столько-то, столько-то. Секундочку. Нет. Знаете, где авторство у журналистов, работающих в информационных службах? В монтаже. В монтаже сюжетов. А в интонации? Между сюжетами. Вот это маленькое-маленькое, куда иголочку не просунешь, монтажная склейка, и есть авторская позиция. Потому что если в одном сюжете сначала вы говорите о том, что некая партия победила все на свете, и, наверное, инопланетян заодно победила, а в следующем сюжете вы рассказываете о том, как газа нет, и водопровод продали в деревне, и вся деревня осталась без водопровода, вот в монтаже этих двух материалов рядом и есть авторская позиция журналиста даже в новостейных передачах. Не говоря уже о публицистике, не говоря уже об авторской позиции в авторских передачах. Но где они сегодня? Вы именно этому учите сегодня? Да. Ну что ж, именно это я от вас и ждала, Володя. Спасибо. И хочу поздравить студентов, которые слушают доцента Мукусева, и хочу пособолезновать всем зрителям, которые практически не видят журналиста Мукусева на экране. я всегда рада буду предоставить вам возможность выступить в нашей программе и обратиться к нашим многострадальным зрителям. Спасибо, что вы пришли. Если после этой передачи вас не лишат этой возможности, дорогая... Будем надеяться. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok